Нет, не на Олежках. Она устойчивым, разумным взаимоотношением. Всё дико интересно, главное просто понять, как смотреть. И главное, зацепить и показать. Вот здесь, наверное, тоже опять нам с вами, видимо, суждено говорить. То есть это про кино, например. То есть нужно какие-то инструменты, которым зацепили внимание, для того, чтобы люди пошли дальше узнавать эту вселенную, интересоваться ей больше, чем, например, компьютерными играми. Что сейчас довольно сложно. Сложно, да. И поэтому как бы от кино, вот у меня, как человека, имеющего какое-то отношение к фестивалю, конечно, хотелось бы прежде всего, чтобы было такое кино, которое людей, которые совершенно не хотели идти в кино, но просто они увидели кадр, остановились и поняли, что интересно посмотреть. На самом деле вчера Миша Харастелёв очень интересно показывал доклады и фильмы, и рассказывали про разные фильмы. И были люди, которые потом говорят, так, мы сегодня должны пойти посмотреть эти фильмы. Потому что они увидели кадр, и они поняли, что они дальше не могут спокойно жить, и нужно теперь об этом узнать. И, конечно, очень хочется, чтобы были не только фотографии, но и вот фильмы, которые вот именно останавливают. И в этом смысле интересен опыт «Медведя Камчатки», который здесь был. И особенно мне понравилось то, что сказали, ну, между делом, авторы этого фильма. А сказали они, что вот этот фильм «Медведя Камчатки» — это не тот фильм, который они хотели снять. Но это тот фильм, который привлечёт внимание и даст возможность потом снять и показать тот фильм, который они хотели снять. И тот фильм ещё впереди, мы его ещё увидим. Но вот это вот очень здорово, что вот можно вот так вот работать, делать, и вот так вот вовлекать вот интерес изучением. Да и кино главнейшее из искусств, как говорил Владимир Ильич Фенинер. Да уж не все знают, а то имя, фамилии, отчество. Просто можно чуть-чуть, но повернув то. Ну, я хотел добавить пару слов, что вот существуют же фильмы, да, которые меняют сознание, меняют мысли людей, настраивают их на то, что природа — это интересно, что природа — это другой мир. Также и работает и фотография, она также может изменить внутреннее понимание окружающего мира. И вот касаясь всё тех же асфалитных клещей и прочих паразитов, например, их тоже можно снять красиво. И точно так же, например, я вот знаю даже, где-то читал случаи, что, например, арахнофоба, так, которые боялись всю жизнь пауч, пауков, они вот когда видели красивые художественные именно снятые снимки с пауками, они становились для них мохнатиками, красивыми глазастиками. То есть это вот работает, то есть у людей проходят какие-то страхи. Это уж так же меняет сознание в целом. А окружности куда-то разбежали, сейчас бы они подвергли. Да, я вот хотел отметить. Чуть-чуть, можно вернём в другую сторону, пока тема денег не ушла. Они меня так чуть-чуть подняли. Она же всегда интересна. Мне сейчас про деньги. Вот у Димы хочу спросить вот что, знаете, но немножко с другой стороны. Всё-таки вот то, что... Вот большинство людей, которые здесь присутствуют, из фотографов, я имею, но это всё-таки такие упёртые любители. Ну, кто-то там зарабатывает не очень уж много на фототурах, но в массе это любители, которые деньги тратят на это удовольствие, а не сколько-то на них зарабатывают. Или даже чуть-чуть отбиваются, да? И вот у них складывается какое-то такое впечатление, что такое хорошо, что такое плохо. И вообще говоря, сообщество, оно внутри себя всегда, ну, как-то моду или понятие, что такое хорошо, что плохо, оно образует. Когда приходят всё-таки деньги, и бизнес начинает быть связан вот с этой фотографией. Хотя мне кажется, что это не очень большие ещё деньги, слава Богу, может быть. Но всё-таки возникает главенство заказчика. Как я понимаю, заказчик, ему всё-таки, особенно при наших условиях информационного шума и яркости, когда нужно добиться, там, до покупателя, потребителя, ему нужно, чтобы всякая картинка была ярче, чтобы всякая картинка была чище, чтобы она была крута. А круто это не всегда с точки зрения, ну, даже собственного восприятия художника, это хорошо. Вот Пушкин говорил, не продаётся вдохновение, но можно рукопись продать, но при этом он сам выбирал, что он всё-таки в эту рукопись ввесёт, в пишет. А насколько я понимаю, художнику и киношнику на рынке заказывают товар и диктуют ему, что это должно быть. Вот не получается ли внедрение рынка, не ведёт ли к тому, что мы из той фотографии про аутентичность, нежность, там, поэтичность, которой мы все волнуемся в малом сообществе, нас просто зарубят на корню тем, что пойдёт в поток фотография глянцевая, красивая, острая, которая сейчас действительно всё очень шумно. Даже вот эта картинка, смотрите, какая яркая. Да не была она такой на самом деле, да? Вот, Дима, как вот тут, вот где-то границы между, как это, вообще это проблема или нет? Или это выдумано? Или что-то можно как-то их перевешивать? А в чём проблема яркость фотографии? Проблема в том, что ненастоящие фотографии за счёт требования заказчика, если выходит большой заказчик, видео, видео контента, вообще имидж контента, выходит на рынок и начинает распространять его, то он говорит, сделай нам красиво, не так, как в жизни, а сделай нам красиво, чтобы был глянец, чтобы был гламур, чтобы люди, что совершенно не соответствует нашим пониманиям о том, что такое хорошо, что такое пол. Я вот любуюсь картинами Кирилла Уютного, там всё так ярко, хорошо, насыщенно. А я как раз хотел сказать, это следующим пунктом, не пережаривает ли он. Я хочу сказать, что вот есть пара минут, есть пара минуты в локации, когда есть очень, прям всё красное-красное. Соответственно, эти кадры 5 штук всего в год занимаются, но они есть. Хотя больше, чем 5 в год. Ну так меня за много лет. Нет, я считаю, что, конечно, любая фотография, которая здесь представлена, она обработана, и без обработки цифровая фотография не может существовать, просто по причине взаимодействия электронов с матрицами наших фотоаппаратов. Вот. А уж силу, которую, так сказать, будут ползунки двигать, ведь очень большую популярность имеет и чёрно-белая фотография. Я вообще склоняюсь к тому, что нужно вернуться к ней. Вот как, для художественного? Ну, это как бы один из предметов, то есть один из рыночных механизмов это делать чёрно-белую фотографию. Другой рыночный механизм. Сатюрэйшн до 100 сохранил ещё сатюрэйшн до 100. Здесь не всегда дело в цвете. Не обязательно возвращаться к чёрно-белой фотографии или там её пережать. Вопрос в сюжете. Сюжет должен зацепить, неважно, какого она цвета и так далее. Вот касательно вот этой фотографии, которая сейчас на мониторе, хочу сказать, что эта фотография Владимира Ледведева, он максимально корректно производит обработку, и при этом его фотографии имеют коммерческий спрос. Хотя там обработка, она минимальна. Даже шумы иногда не вычищает, считает, что это естественно. Ну, вот как вариант. Я вот скажу просто за нас. Мы... У нас нету заказчика. Мы изначально просто работали в неких тифличных условиях. У нас было финансирование, и была задача снять 100 самых красивых мест мира. Просто красиво. И там не было заказчика, там не было задачи сделать это... Нет, задача была снять красиво. Это просто мечта для творческого человека, что сделайте нам красиво, и сами решите, как это. Вы обычно заказчик все на тебе начинает открывать. Поэтому у нас, естественно, обработка присутствует. И у нас существует просто несколько человек, которые непосредственно занимаются обработкой. Но тут даже не столько обработка состоит в... У нас же панорамная фотография. У нас нету ни одной фотографии на сайте, снятой одним... Ну, может быть, там, современными камерами типа инсты там есть. Но, в принципе, это склеенные фотографии, часто сделанные в очень сложных условиях. Там, с вертолета, когда его трясет, или там, иногда с движущегося какого-нибудь корабля, или под водой, что очень сложно. И очень много обработки уходит на то, чтобы сделать красиво, но не в плане, там, цветов, или там, зажарки, как говорится, а в плане того, чтобы это все было, ну, правильно склеено. То есть вот здесь вот есть много работы и обработки. А заказчик, ну да, я согласен, если он видит что-то двоящееся в кадре, он не будет брать. Мы славимся качеством нашей работы. Вот у меня здесь вот в этой связи есть и комментарий сразу возник, и есть еще и вопрос. Вот. А по поводу комментариев. Я тут как-то раз доклад делал небольшой вот в этой экспозиции, но с учетом того, что мы в Третьяковке, теперь уж получается, вот, а последний раз в ЦДХ собираемся вот в таком формате, в виде фестиваля, и потом это вот уже будет Третьяковка, реконструкция, неизвестно, где будет дальше, но где-то будет. И что-то вот меня сподвигло взять книжку Кандинского почитать. Вот. И в книжке Кандинского прямо в первых же, так сказать, страницах я вот наткнулся на слова о том, что вот люди приходят, смотрят в галерею, на картинки разных животных, вот они так-то, так-то выглядят, такие-то красивые, некрасивые, вот. Но картины такие, что они не несут в себе никакой информативности, того, что высекает искру из людей, вот, и из сердец. И поэтому это просто получается искусство ради искусства, и ничего, то есть еда ради еды. Вот. И Кандинский, и кто-то, по-моему, Бетховен, когда говорил про музыку, он говорит, что вот искусство, оно тогда искусство, когда оно не просто красивое, когда оно высекает, вдохновляет людей на какие-то вот такие вот интересные дела. И я вот это почитал с удовольствием, прям вот это мне прям как вот легло очень хорошо, потому что для меня, вот я как бы представляю здесь как природоохрану и так далее, для меня всегда красивая картинка, которая ни о чем, ну, то есть как бы не несет в себе никакой вот информации, какой-то не вдохновляет меня куда-то поехать, что-то делать, кого-то спасать и так далее, она для меня не особо интересна. Ну, давайте тогда вернемся к, что такое художник и что такое зритель, где тут субъективность, что такое красивая картинка, ни о чем. Это значит, если она красивая, она кем-то признана красивой, и значит, кому-то она понравится. А у вас может быть другой взгляд, и вам она не понравилась. Здесь, 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 количество мнений всегда может быть. Здесь это вопрос скорее другого, то есть я никого не пытаюсь критиковать или судить, и поэтому стараюсь никогда картинки не журить, но смысл в том, что у меня есть свое видение, у всех свое видение. Вот, но смысл в том, что бывает, что нет, то есть не вдохновляет, то есть как бы может какое-то произведение вдохновить на то, чтобы делать такое же вдохновение, красота там и так далее, вот, но идея какая, то есть вот то, что я уловил вот у этих товарищей, Кантинского, Битховин, то есть как бы, если это, то есть есть ремесло, да, есть, а есть искусство, и вот между ними вот есть такая вот некоторая пропасть. Вот, и вот то, что я чувствую, что Виктор хочет сказать, вот не потеряем ли мы чего-то в фотографии, если пойдем по пути ремесленничества, по стройку под человека, которому дикой природы и неинтересны, не уйдет ли это в какие-то совершенно непонятные переходы, и вот мой вопрос в этом связи, вот когда вы, например, занимаетесь уже фотографией природы как искусство, то есть вы используете как объект, который потом, ну, имеет некую коммерческую ценность и так далее, то как вы, ну, вообще думаете ли вы о том, как бы замотивировать на вот эту всю цепочку, на устойчивость, на сохранение того объекта, который вы потом и, собственно говоря, на рынок выводите в виде красивых картинок, если это понятный вопрос, может быть, осложнится. Это понятие, но я не понимаю, почему каждый человек обязан заниматься всем сразу устойчивостью, демократией, защитой природы. Я, слава Богу, потому что я фотографирую картинки, что мне лично нравится. И, слава Богу, это дело богоумодное. Потом его кто-нибудь использует на этикетке для туалетной бумаги, где будет написано, что не бросайте меня там, а бросайте себя. И я тогда буду полезен обществу. Я хочу снимать сам. Сам я хочу снимать. Проблема устойчивости заключается в том, что если в некой экосистеме, не будем говорить о экосистеме, в некой системе что-то происходит само, и вы делаете только для себя, не возвращая вклад обратно, то кто-то делает это за вас. Я понял, что тут системы с отрицательной обратной связью или системы с положительной обратной связью. То есть, как бы делание денег на фотографиях, например, мы возьмем, например, на дикой природе, оно способствует более варварскому эксплуатированию этой дикой природы или наоборот побуждает заботиться об этой дикой природе. Я не могу сказать за всех, кто это делает, но могу сказать за нас. Мы вот, например, ездим там, четыре раза мы были на Камчатке, в том же южнокамчатском заказнике, и снимаем тех же медведей с разрешения, естественно, заповедника под присмотром инспекторов с дронов. Многие считают, что там... Но мы это делаем аккуратно, там у нас обычно несколько дней надо, чтобы медведи привыкли к некоему чужому звуку. Вот. И мы имеем возможность снимать это как бы аккуратно. И мы понимаем, вот каждый раз приезжая снова и снова, мы понимаем, насколько мы заинтересованы в том, чтобы живая природа существовала, как-то вот ходила вокруг нас, не боялась нас. Да, в этом непосредственно наш коммерческий интерес. То есть нам приятно, когда медведь не будет убегать от наставленного на него фотоаппарата, а будет как нормально воспринимать человека со штативом. Сережа, хотели слушать? И мы стараемся всячески этому способствовать. Потому что все это время я, затаив дыхание, слушал, столько интересного подняли, тут запнулись о банальности. Если я правильно понял, Виктор обеспокоен, бескусится в заказах крупных неких... Возможно. Возможно, если завтра один даст, допустим, дай бог ему здоровья, захочет какую-то гипер-пупер перефотошопленную картинку для своей рекламной кампании, да и черт с ним. Да, конечно, он заплатит. Заплатит. Но на персональной выставке твою картинку, на персональной выставке твоей или на выставке Союза фотографов дикой природы там все будет степенно и пристойно. В рамках тех тенденций и допустимых норм, которые в сообществе считаются приличными. Ну, да, ладно. Ну, в общем, это, наверное, не очень уже дальше интересно. Вот сейчас все. Да. Но, что же здесь? Ну, я считаю, по большому счету, у нас, к сожалению, в России не очень развит рынок такой вот фотографии, не империерной. Дикая природа, она за большим, за малым, вернее, исключением не относится к этому. И поэтому, ну, вот, это не кошечки, это не цветочки, такие декоративные. Поэтому пока мы можем быть спокойны, господа дикие. Да, за коммерциализацию мы можем быть спокойны. И я скажу, что 90, ну, 90% бизнеса, например, которые делает Ирпана, находятся за пределами нашей Родины. То есть, ну, скажем так, извержение вулкана на Камчатке очень хорошо продается, но 90% прибыли не из России. На российском явлении. Да. Кстати, для справки, просто, что больше, фото или видео сейчас продаются. Сейчас происходит перелом. Сейчас больше мы ориентируемся уже на видео. Ну, возникли уже нормальные системы, которые позволяют это смотреть. так, Анатолий. Я предлагаю посмотреть на вот проблему и коммерции и всего прочего с несколько необычной страны. Понимаете, в чем дело? В России как таковой профессии фотограф не существует. Ее не готовят ни одно высшее, ни среднее, ни высшее, никакое учебное заведение. Я не про фото-журналистику, я не про фото-журналистику, а именно по художественной фотографии. Ни одного учебного заведения нет. Значит, мы все с вами вот здесь наблюдаем на стенках творчества любителей. Судят это все любители за редким исключением. Очень редко в фотографии приходят профессиональные люди, так сказать, фоторежиссеры, кинооператоры, такие люди есть, они профессиональные. А вот в большинстве своем все-таки мы любители. Вот как бы с этой стороны это о коммерческой деятельности, то есть когда фотографы предлагают свои услуги практически будучи дилетантами, то есть непрофессионалами. Вот с этой стороны как ваше мнение. Открывайте свою школу контактов. Вот пусть эксперт отвечает, что делать с дилетантами? Это государственное образование. То есть такие фотошколы есть, они коммерческие, но образца, стандартного образца диплома и специальности в России фотограф не совершенствуют. Я просто не знаю, кто меня первый назвал хорошим фотографом, потому что я сам с этим не согласен. Если уж откуда я знаю, что происходит. Поехали. то есть, что происходит.